Все, запись пошла. Приветствую, дорогие друзья, еще раз. На связи Андрей Алисеев. Я участник, лидер сообщества. В сообществе я уже около 7 лет. В конце этого года будет 7 лет. Как ко мне пришел знакомый, говорит, тут тема интересная есть. На кнопочку нажимаю, деньги получаешь. Хорошо, что я тогда не прошел эту возможность. И сейчас благодаря этому есть возможность жить такой свободной, по-настоящему свободной от нужды заработка денег, жизнью. И это реально достойно, это редкость вообще. Даже человек сам по себе, он сейчас в современной жизни, он даже поверить не может, что можно жить свободной жизнью, без каких-то либо выносов мозга, стресса, которые в принципе... И создана система таким образом, чтобы все люди стрессовали из-за денег. Это капитализм таким образом создан, чтобы люди все в стрессе находились из-за денег. И за счет этого недолго жили. Главное, запомните раз и навсегда, главная причина всех болезней – это стресс. Стресс и еще раз стресс. Но когда вы находитесь в мандраже, 20 лет выплачивая апотеку, то, конечно же, стресс просто не может вас обойти. И получается же в жизни так, что иногда и теряется место работы, находится какое-то другое, где-то нестабильный финансовый поток, еще что-то. И за счет этого человек начинает впадать в очень напряженное состояние, которое в принципе и выгодно капиталистической системе современного мира, современной мировой финансовой системе, чтобы вы долго не жили. Зачем? Зачем люди, которые будут жить долго? Они никому не нужны. Так устроена система. Не берем конкретную страну, там ли что-то где-то плохо. Нет, это в мире так устроено, заточена мировая финансовая система. Именно поэтому, дорогие друзья, для того, чтобы вам разобраться в сути, почему сообщество наше появилось, почему оно создалось более чем 11 лет назад, почему оно развивается, для чего это все создано, вам нужно, конечно же, разобраться, что такое мировая финансовая система. Глубоко копаю, но если вы с этим разберетесь, у вас появится знание. Знание, как устроен этот мир. Тогда у вас появится осознание, для чего людям нужно объединяться, для того, чтобы жить проще. Всегда все наши предки объединялись для того, чтобы жить становилось проще и для того, чтобы выжить. Поэтому вы сейчас здесь находитесь, и я в том числе, по одной простой причине, потому что когда-то ваши предки объединялись, умели доверять друг другу, и вместе они смогли отстоять и себе жизнь, и лучшее светлое будущее, как говорится. Только поэтому вы являетесь сейчас причиной тех действий правильных, совершенных предками. Это умение доверять друг другу и объединяться, и находиться здесь. Если же многие народы не смогли объединиться и доверить друг другу, тем самым они сейчас нет на планете Земля. Их просто уничтожили в ходе эволюции. Вы сейчас имеете честь, так же, как и я, иметь это тело, находиться в живом состоянии на нашей Земле. Поэтому это все благодаря тому, что наши предки когда-то умели доверять друг другу и объединяться. Сейчас люди забыли про это, но если не вспомнят, то, соответственно, тоже уйдут в небытие, так же, как индейцы, которых было много миллионов на территории Северной Америки, а сейчас их там несколько сотен тысяч, и то в резервациях где-то на окраинах мира вымирают. Поэтому, дорогие друзья, для того, чтобы разобраться, как устроена мировая финансовая система, вам нужно посмотреть фильмы «Деньги, пирамида, долгов». Запишитесь сейчас, возьмите ручку бумаги. «Дух времени», «Первая», «Вторая», «Третья» и уже «Четвертая» части. Это базовые фильмы, которые надо знать. Именно благодаря тому, что я еще их посмотрел лет 15 назад, дорогие друзья, мне очень быстро и легко легла идея нашего сообщества, потому что я понимал, как устроена мировая финансовая система, я понимал, как устроены все алгоритмы. Почему? Я понимал. Первое, у меня была теоретическая хорошая база знаний. Второе, у меня большой, хороший жизненный практический опыт. который дает возможность анализировать. Первое, то есть я около 8 лет работал в бизнесе на топовых должностях, потом 10 лет я занимался своими собственными бизнесами в разных сферах. Более 5-6 разных бизнесов было в разных сферах. Это и строительство, это и опты, и розница, и услуги. И последний бизнес, которым меня застало сообщество, это туристические услуги. Ко мне приходит знакомый и говорит, слушай, тут тема какая-то прикольная есть. Кнопочку нажимаю, деньги получаешь. Внимание, дорогие друзья, я не сказал, ты дурак, я не сказал, ты дебил. Я просто улыбнулся и говорю, давай посмотрим, что за кнопочка твоя. И таким образом я познакомился с системой нашего сообщества и начал ее детально изучать. Благодаря тому, что я уже здесь сравнительно долго, я детально изучил нашу инфраструктуру, а она, поверьте мне, достойна уважения, потому что наше сообщество затратило огромное количество времени, ресурсов, денег для того, чтобы создать эту финансовую инфраструктуру, для того, чтобы у вас была и техническая возможность, и финансовая, и получать деньги каждый день. Поэтому, дорогие друзья, это очень важный момент разобраться в нашей системе, которая создавалась более чем 11 лет. И сейчас, после того, когда... Я сегодня не буду рассказывать про мировую финансовую систему. Сейчас, после того, когда вы прослушаете презентацию, я расскажу про денежные потоки, как они устроены. Я после этого отвечу на многие вопросы. По ходу я еще расскажу о нашей финансовой инфраструктуре. И, конечно же, в конце вы можете задать любые вопросы. Можете поднять руку, включив микрофон, и сможете задать конкретный вопрос. Микрофоны выключены, потому что многие участники еще пока до конца не умеют пользоваться Telegram, чтобы не отвлекаться, чтобы вы там не шумели. И, соответственно, микрофоны уже все выключены. Это очень важный момент не отвлекаться спикеру, для того, чтобы дать вам качественно весь изложенный материал. Поэтому с мировой финансовой системой вы сами разбираетесь, смотрите эти фильмы. Дальше разбирайтесь, что такое ФРС США, разбирайтесь, что такое Международный валютный фонд, что такое центральные банки, как идет система эмиссии денег, как идет система распределения денег, как идет система перераспределения денег. Если вы еще не в курсе, как это все работает, то надо с этим срочно разбираться. По одной простой причине, потому что вы не понимаете, вы вынуждены жить в системе, в которой вы безграмотны. Поэтому очень важно понимать, что такое денежная система, по каким принципам она сейчас устроена, и почему в этой системе она заточена так. Богатый богатеет, а бедный беднее, дорогие друзья. Поэтому всем рекомендую купить один доллар, пока еще есть, они у нас в обменниках, на память, и перевернуть его. И там нарисована пирамида, дорогие друзья. Уже давным-давно это прекрасная пирамида, в которой живет большинство стран этого мира. Поэтому с этим разбираемся сами. Это ваше домашнее задание. Наметки я вам дал. Фильмы «Деньги. Пирамида. Долгов. Дух. Времени. Первая, вторая, третья, четвертая части». Дорогие друзья, это очень мощные фильмы. Это, я бы сказал, труды такие. И причем не от наших соотечественников, а именно от американцев, которые сами анализируют свою же систему. Слава богу, там есть еще здравомыслящие люди. Поэтому изучаем и становимся грамотными людьми. Потом мы знаем много что, но не знаем самое важное в той системе, в которой приходится вам жить. Еще раз повторю, если вы не до конца уловили эту мысль. Сегодня родился ребеночек. Сегодня он родился. И ему он уже вынужден жить в этой системе. Вынужден. Он не имеет права выбора, жить ему в этой системе или нет. Он уже вынужден жить в этой системе, потому что его родители живут в этой системе. Поэтому для того, чтобы понять, как она работает, вам надо с ней разобраться. Поэтому не спустите это, как говорится, на тормоза, а разберитесь, вникните, уделите этому время. Тогда вы станете по-настоящему грамотным человеком. Поехали дальше. Сейчас мир очень серьезно меняется. Я думаю, вы замечаете эти глобальные перемены. Их за 20 лет уже произошло очень много. Мы уже живем 24 год в информационном веке. Прошлый век производственный уже давным-давно ушел, но многие люди до сих пор живут критериями, категориями производственного века. Информационный век обладает другими правилами. Здесь другие правила игры и нужно понимать это. Какие последние 4 глобальных изменения за последних 4 года произошло у нас? 2020 год пандемия. Нас всех закрыли. Мы не понимали, что происходит. По сути дела, было протестировано такое определенное плана биологическое оружие, дорогие друзья. Шанс, что это не повторится, он минимален, скажу честно, потому что тест прошел довольно успешно. Поэтому, если вы сами не будете о себе заботиться и быть здравоумысливающими людьми, никто о вас не позаботится. Вот тут вы должны понимать вот это, да? Дальше, следующее, СВО. Мир меняется и продолжает меняться до сих пор, да? И мы видим эти изменения. Дальше, был введен цифровые валюты, да? И эти валюты сейчас вводятся центральными банками, продавливаются через правительство во всех странах. И мы еще до конца даже не понимаем, какие перемены нас ждут. Дальше, соответственно, нейросеть. Это вообще одна из самых глобальных перемен, потому что нейросеть полностью перекраивает рынок труда, перекраивает производственные процессы, бизнес-процессы. И 5-10 лет вы не узнаете те города, в которых мы с вами живем. Будем ходить рядом с роботами вместе по тротуарам. Поэтому, дорогие друзья, пора меняться, пора понимания, что мир очень сильно изменяется. И, как сказал Чарльз Дарвин, выживает не самый сильный, а самый восприимчивый к переменам. Поэтому, перемены наступают, перемены уже многие свершились, и пора учиться дальше. И заодно, соответственно же, продлите себе жизнь, потому что главный секрет вечной молодости это постоянно учиться, то есть образовывать новые нейронные связи в своей голове. Таким образом, вы даете сигнал природе, что вы еще не все изучили в этой жизни, вам стоит жить. Природа дает вам эту энергию для того, чтобы вы продлили свою жизнь. Идем дальше. И эти перемены, это не просто так происходит, это эволюция в определенном плане. И скажу честно, что всегда, вот запомните вот эту мысль, что каждая перемена всегда идет за счет обычных людей. То есть 5% власть имущих, 5% людей, которые непосредственно при больших деньгах, либо еще ближе, как говорят народе, ближе к кормушке, у них все нормально, у них там несколько запасных аэродромов на любые варианты развития событий, а у обычного человека ноль, а если бы не сказать минус, поэтому за любые перемены платит всегда обычный человек. поэтому, дорогие друзья, именно поэтому и важно взойти вот в этот новый век, новую эпоху через объединение. И наше сообщество именно объединяет обычных людей, именно обычным людям дает возможность жить другой жизнью, жизнью свободного человека. И это очень круто. Когда я пришел в сообщество, у нас еще не было таких прекрасных инструментов, которые есть у нас уже сейчас. Мы тогда только об этом мечтали. А сейчас уже есть такие прекрасные инструменты, как денежные потоки. Денежный поток это не какой-то алгоритм, придуманный пьяным программистом на диване, чтобы с вас срубить бабло. Нет. Денежный поток это алгоритм непростой. Это психологический, математический, разновременной финансовый инструмент, который позволяет вам иметь деньги каждый день без обязательных приглашений. Это уникальный алгоритм, который вырабатывался в ходе эволюции развития нашего сообщества, вырабатывался в ходе тестов, вырабатывался в ходе каких-то экспериментов. И за счет того, что сложилась статистика поведения больших масс людей, выработался уникальный алгоритм, который дает вам возможность получать деньги каждый день. И сейчас давайте мы рассмотрим все эти денежные потоки, которые есть в кабинетах и как они работают. Поехали. Первый денежный поток, который вы увидите в своем кабинете. Если же у вас еще нет кабинета, конечно же, обязательно возьмите ссылочку у того человека, который вас пригласил. Обратитесь к нему, зарегистрируйтесь. Регистрация вас ни к чему не обязывает. Если у вас этого человека нет, пишите мне обязательно в личные сообщения. Возьму вас в свою команду, полностью обучу всем нюансам работы системы, либо посмотрите, бот скидывает список лидеров консультантов, это профессионалы, обученные люди с хорошими командами и кабинетами, и, конечно же, помогут разобраться также со всеми нюансами. Поэтому принимайте решение и начинайте разбираться. Кто разбирается в нашей системе, у того через 3-6 месяцев становится в жизни все очень хорошо. И это не что-то где-то как-то, это просто история людей. И сегодня я, кстати, поздравляю Наталью Захаровой с покупкой автомобиля. Это круто. И вот новые автомобили у нас это уже обыденность стало. Вот это уже норма просто. Неделя другая новый автомобиль. Неделя другая наш участник покупает новый автомобиль. Неделя другая новый автомобиль. Поэтому это нормальные спокойные процессы без каких-то понтов, без дерганины, без пиара какого-то. Люди просто спокойно к этому приходят. Наша система вообще она очень спокойная, она очень миролюбивая, она никому ни к чего не призывает. Она призывает единственное вас взять ответственность за свою жизнь и начать двигаться в сторону обучения, в сторону становления более грамотным человеком и научиться пользоваться нашей инфраструктурой. Все, с этого момента у вас есть шанс иметь деньги каждый день. А это дорогого стоит, потому что проблема в чем? Проблема в том, что у людей кассовые разрывы. То есть когда надо платить по счетам, у человека просто тупо нет денег, он вынужден залазить в кредиты еще больше, и таким образом этот человек залазит в еще большую кабалу, то есть эта система, которая сейчас создана, она создана, запрограммирована таким образом, чтобы закабалить человека, закрутить в эту воронку, чтобы ермо надеть на шею вот так вот и ехать до могилы на этом человеке. Наша система наоборот, она раскабаляет, она раскручивает, она дает высвобождение, и люди, все наши участники очень чувствуют эти моменты, и первое, что все говорят вот в одно лицо, так же и я могу это подтвердить, потому что первые полгода я тоже это почувствовал, это спокойствие, это спокойствие, это уравновешенность, это приходит радость, потому что тебе не надо в мандраже искать где-то же деньги, ты знаешь, где их брать, ты знаешь, где они есть, если тебе надо больше, ты знаешь, какие действия тебе надо сделать, чтобы их было больше. Все, дорогие друзья, и за счет того, что нашим сообществом придумана уникальная система объединения людей и касса взаимопомощи нового поколения в виде наших денежных потоков у нас появляется такая прекрасная возможность. Вернемся в наш кабинет, первый стартовый поток, красная закладочка в нашем кабинете. Стартовый поток это уникальная система, не имеющая аналогов, стартовый поток учит. Вообще все наши денежные потоки это образовательные планы потоки, это потоки, которые позволяют, конечно же, научить вас правильным действиям. Стартовый поток учит правильные стратегии инвестирования. Вложил, забрал, вложил, собрал, вложил и опять забрал. Вы качаете вот эту вот мышцу в своей голове и даже не понимаете, насколько она важна, эта мышца. Когда вы приходите в тренажерный зал, вы берете гантелью, напряг, расслабил, напряг, расслабил. То же самое происходит здесь, в голове, когда вы прогоняете нейронную связь. Вложил, забрал, вложил, забрал. Бедный человек с бедным мышлением, ему очень трудно вкладывать, он прям вот целый, прямо у него проходит целый кризис в его голове. И другая проблема, если он вложил, ему трудно забирать, у него жадность уже включается, там другой капкан стоит, да, и вот поэтому очень важно прокачивать, вложил, забрал, вложил, забрал, и потихонечку менять свою жизнь к лучшему, вот так вот, расти, расти, как цветочек растет. Именно поэтому стартовый поток, он учит, он качает эту мышцу. Этот поток разработан специально для новичков нашего проекта, на практике обучая всем нюансам работы системы. Стартовый поток может быть создан на произвольную сумму, начиная от пяти тысяч рублей. Стартовый поток это поток с обязательным пополнением каждые две недели и с возможностью обязательного снятия каждые две недели. И каждый раз вы будете снимать все больше, больше и больше. Этот поток имеет общую доходность плюс 150% за 20 периодов либо 10 месяцев. Доходность идет за счет подтяжки к потоку криптовалюты e-currency по льготному курсу в кабинете, который существенно ниже рыночного курса в Беркассе, в Мани Стороже, где мы ее покупаем, либо на бирже в Блэкбит. Поэтому, дорогие друзья, стартовый поток это очень интересный, хороший тренажер, который надо обязательно запускать. И чем больше у вас будет стартовых потоков, тем больше у вас будет денежных средств, конечно же. Так вот, стартовый поток работает 20 периодов либо 10 месяцев. Один период это две недели. Стартовый поток работает таким образом, что 7 периодов мы его кормим и 13 периодов он кормит нас. Потому что седьмой период это такой период, когда начисление уже выше, чем номинал потока. Допустим, выбрали вы номинал потока 10 тысяч, то есть вы туда 10 тысяч в систему, подтянули и currency, которые приобрели на рынке, где-то еще затратили пару тысяч, и система дает вам 2 с половиной. Проходит 2 недели, вы опять туда десятку, опять e-currency, система дает вам уже 5. Вы туда опять 10, подтянули e-currency, система дает уже 7. И так далее. С каждым периодом он дает все больше, больше, больше. Приходит там седьмой период, система дает уже 11 тысяч. Вы туда 10, e-currency, а он вам 11. Потом приходят такие периоды, что вы туда 10, а он вам 15. Вы туда 10, а он вам 17. Вы туда 10, а он вам 20. И так далее. То есть стартовый поток так устроен, чтобы научить вас правильным действиям. И это очень важно. И у многих наших участников, которые уже в сообществе давно, стартовых потоков очень много. 10, 20, 30, 40, 50 стартовых потоков, и они как дочь начинают в разное время давать разное количество денег, и человек он просто начинает, можно сказать, многие участники говорят, купаться в денежных потоков. Так работает стартовый поток. Чем больше вы их запустите на еще больше номинала, тем больше у вас будет соответственно средств. Если вы хотите побыстрее, то заходите в ускоренный стартовый поток. Это подвид стартового потока, но более быстрый и более выгодный. Как он работает? Условия открытия. Оплачиваем сразу 4 периода, подтягиваем e-currency на все 4 периода, и получаем 5-6 период в подарок вместе с e-currency, и начисление выскакивает сразу же на 7-ой период. А это тот период, где начисление уже больше, чем номинал потока. То есть допустим вы выбрали номинал потока 20 тысяч, то есть вам надо оплатить сразу же 4 периода. 20 тысяч это 80 тысяч. Вы оплачиваете, подтягиваете e-currency на все 4 периода, и следующее начисление сразу у вас будет на 7 период, это тогда, когда номинал потока, а номинал потока у нас 20 тысяч, начисление уже будет больше номинал потока, то есть допустим уже будет 21 тысяча, и дальше вы продолжаете его пополнять, снимать, пополнять, снимать, так же, как и в стартовом потоке, то есть на данный момент 21 тысяча, вы потом туда 20, он вам 23, вы туда 20, он вам 25, вы туда 20, он вам 27, вы туда 20, он вам и вот так вот 20 периодов мы с ним играемся. Ускоренный стартовый поток, чем хорош, что вы сразу же выскакиваете на седьмой период и сразу же у вас идут начисления, можно сказать, больше, чем номинал потока, и поток начинает вас сразу уже поддерживать, это довольно тоже интересно, поэтому я люблю чередовать стартовый поток с ускоренными стартовыми потоками, мне ускоренные стартовые потоки помогают вскармливать молодые стартовые потоки, взрослые стартовые потоки мне помогают вскармливать молодые ускоренные потоки и так далее, Здесь очень много интересных стратегий, поэтому всем своим участникам на командном обучении я говорю, что наша система – это уникальный финансовый квест. И то, как ваш мозг разовьется через полгода, вы очень круто обратите на это внимание. В ускоренном стартовом потоке мы также, как и в стартовом, продолжаем пополнять, снимать, пополнять, снимать и через каждые две недели подтягивая к нашему потоку в e-Currency для получения прибыли. Для чего нужна e-Currency? Для того, чтобы у потока была прибыль, дорогие друзья. У нас уникальная система смешивания валюты данной площадки и нашей криптовалюты, которая дает возможность вам получать прибыль. Поэтому e-Currency нужно для того, чтобы данный поток дал вам прибыль. Идем дальше. Следующий поток, который есть у вас в кабинете, который вы увидите, это быстрый поток. Оранжевая вкладочка в вашем кабинете. Если у вас еще нет кабинета, обязательно обратитесь к вашему пригласителю, того человека, который дал вам эту информацию. Если у вас этого человека нет, можете написать мне в личные сообщения. Возьму у вас свою команду и, соответственно, пройдете все командное обучение и станете профессионалом в теме пассивного дохода в нашей системе. Либо обратитесь к любому лидеру, ссылки на 5 лидеров скидывают бот в нашем чате. Все профессионалы, каждый поможет вам разобраться со всеми нюансами работы системы. Следующая ссылочка в нашем кабинете. Оранжевая закладочка называется BP, либо быстрый поток, дорогие друзья. Это интересный поток, который дает деньги каждый день. Мы его даже называем. Это деньги на каждый день. И быстрый поток подразделяется на два типа. Это обычный быстрый поток и супербыстрый поток. Сейчас расскажу, чем они отличаются. На обычном быстром потоке, который работает 30 дней, выплачиваются деньги равными частями вместе с прибылью каждый день. Через ваше нажатие кнопочки. И таким образом вы можете сразу же эти деньги либо саккумулировать, либо использовать в другие потоки, либо вывести на жизнь. То есть это очень быстро доступные деньги. Конечно же, прибыль мы получаем также за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты и каренси. А супербыстрый поток работает немножко по-другому. Если обычный быстрый поток работает 30 месяцев и 30 раз мы нажимаем кнопочку и забираем частями вместе с прибылью начисление, то супербыстрый поток работает 2 недели, дорогие друзья. Это самый короткий поток из всех наших потоков для ваших самых коротких свободных денег. Выплата с доходом происходит на 15 нажатие кнопки начисления премии, дорогие друзья. Поэтому супербыстрый поток – это как депозит обычный в банках, он заморозкает средств. Вы просто начисляете и на 15 начисление выплачивается сразу и тело вклада, и прибыль, которую вы, конечно же, получаете за счет того, что подтянули к этому потоку требуемое количество и каренси. У вас еще сейчас есть время, друзья, добавить ваших партнеров. Здесь внизу списка есть кнопочка такая «Добавить участника», поэтому добавляйте участника, не стесняйтесь. Все, кто будет смотреть данную презентацию в записи на YouTube, не забываем подписываться на канал, потому что здесь будет очень много полезной информации, которую вы будете черпать, конечно же, из моих эфиров. Идем дальше. Супербыстрый поток работает две недели, но с заморозкой средств. Вы производите начисление, начисление, а потом на 15 начисление вам сразу все выплачивается. Поэтому это очень хороший, очень интересный и самый быстрый поток, который дает вам возможность тоже в кратчайшие сроки за две недели приумножить свои средства. Доходность в супербыстром потоке от 5 до 10% в зависимости от номинала. Доходность в обычном быстром потоке от 5 до 20% в зависимости от номинала. Поэтому заходим в кабинет, регистрируемся, там есть вкладочка очень интересная, называется «Как запустить свой денежный поток и эффективно им управлять». И находим описание быстрого потока. Обычно в быстром потоке там есть целая табличка очень интересная со всей доходностью, с начислением каждый день, там все четко и понятно. Это линейные инвестиции, быстрые потоки – это очень простые линейные инвестиции, поймет даже ребенок по супербыстрым потокам. Там тоже есть вся доходность, поэтому заходим в кабинет. Кабинет – это возможность вам почитать, поразобраться, подумать над этой возможностью. Следующий прекрасный, очень интересный, любимец у всех, его не надо рекламировать – это растущий поток. Зеленая вкладочка в вашем кабинете называется РП, либо растущий поток. Это поток, который растет со временем, он растет с момента вашего пополнения потока в течение 6 месяцев. И еще потом 6 месяцев он выплачивает вам остатки, но уже не возрастающими процентами, а уже не спадающими. Остатки он дает. По сути, растущий поток работает год, но это не совсем эффективное использование данного потока. Растущий поток – это как яблоня. Вы ее посадили, начинаете ее взращивать, и с каждым годом эта яблоня дает вам все больше, больше и больше. Вот таким вот образом работает растущий поток. Мы его называем «базовые деньги на жизнь». Это тот поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч, ваши 50 тысяч в 112 тысяч, ваши 100 тысяч в 250 тысяч, ваши 500 тысяч в 1 миллион 3 миллиона, 3 миллиона в 9, 5 в 15, 10 в 30. Конечно же, после подтяжки криптовалюты и currency, которая дает прибыль в наших денежных потоках. И каждый день вы нажимаете кнопочку, у вас происходит начисление. Старт начисления идет от 0,3% от суммы в потоке. Допустим, вы закинули туда миллион, у вас 3 миллиона в потоке. И первый день – это 0,3% от 3 миллиона в потоке. И получается у вас где-то 9 тысяч. Первое – вы нажали 9 тысяч, завтра вы нажали 9500, завтра нажали 10 тысяч, послезавтра нажали 10500, нажали 11 и так далее. То есть начисление постоянно будет расти. До того момента, пока вы накапливаете средства в копилке. Как только вы приняли решение взять деньги из копилки, то на ту величину, на которую вы взяли, у вас откатится процент начисления. То есть, допустим, если вы дошли от 0,3% до 1% начисления, это в течение 60 дней вы накапливали, накапливаете процент, дошли до 1%, то, допустим, взяли 50% копилки, то на 50% откатится. То есть 50% это 0,3 минус 1, это будет 0,7, 0,7, 50% это 0,35, 0,35 плюс старт 0,3, это то есть от 1% до 0,75 у вас откатится процент начисления. Именно поэтому мы снимаем с копилки, когда мы хотим на жизнь взять деньги, либо когда хотим запустить в реинвест. Реинвест дает увеличение потока и увеличение начисления. Но процент снижается, потом опять начинает расти. Это довольно интересная такая игра. Именно поэтому растущий поток, это не просто такой вот алгоритм, это очень крутой психологический алгоритм. Он учит тремя главным вещам, тремя, которые нету у человека с бедным мышлением. Первое, это терпение. Как говорит Уоррен Баффер, только терпеливые люди имеют большие деньги. Но нетерпеливые люди очень хотят деньги, но деньги любят очень терпеливых людей. Поэтому, друзья, растущий поток нужно выращивать в копилке, это терпение. Растущий поток вас этому учит. Второе, прорабатывает вашу жадность и третье, страх потери. Жадность включается, когда у вас уже в копилке очень много уже начислений и хочется все больше, больше и больше. Но этот момент очень важный, потому что не просто важно иметь деньги в кабинете, важно и менять свою жизнь. Именно поэтому мы заставляем некоторых участников выводить деньги из кабинета и менять свою жизнь. Идти покупать что-то, о чем мечтал, машины, квартиры, что хотел, на что поставил эту цель, порадовать близких, съездить куда-то в отпуск. Это вот прям многие лидеры выпинывают наших участников для того, чтобы они шли и тратили деньги и меняли свою жизнь. Потому что для этого создана по-настоящему наша система, и это надо понимать. Поэтому растущий поток – это такой хороший трансформационный поток. Рекомендую всем вам его иметь тоже. Вообще полезно иметь все потоки. Каждый поток дает деньги в определенное количество, определенное количество денег в определенное количество времени. И поэтому у вас так получается, что деньги есть каждый день. И поэтому вам не надо париться. Если надо, вы из одного потока сегодня возьмете, завтра из другого возьмете. Послезавтра вы там что-то объедините, реинвестируете. То есть это такая очень хорошая игра, которая дает вам возможность деньги иметь каждый день без каких-то обязательных приглашений. Следующий очередной поток, который есть в нашем кабинете – это накопительный поток, дорогие друзья. Либо, как мы говорим, это деньги на будущее. Так устроены потоки, чем больше их время работы, тем они более высокодоходные. То есть если доходность быстрых потоков от 5 до 20%, среднесрочных потоков стартовый и растущий доходность уже будет больше, а накопительный доходность еще больше. Поэтому, дорогие друзья, заходим, регистрируемся. Если у вас еще нет кабинета, возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если же у вас его нет, пишите мне в личные сообщения и помогу вам разобраться со всеми нюансами работы системы. Если вы смотрите запись на YouTube-канале, не забываем подписываться на канал. Вот это гарантия того, что вы останетесь в информационном поле и будете следить за всеми событиями, которые будут происходить у нас в сообществе. Ну и, конечно же, можете выбрать в списке, который скидывает бот, любого лидера, консультанта, и они вам помогут. Это рекомендуемые лидеры моей команды, профессионалы, которые могут вам дать очень хорошую консультацию и помочь разобраться со всеми нюансами работы системы. Итак, возвращаемся в кабинет. Накопительный поток. Прекрасный, очень интересный поток. Сиреневая вкладочка в вашем кабинете. Мы его называем деньги на будущее, либо наш пенсионный фонд. Оказывается, деньги в будущем тоже будут нужны. И для этого у нас есть накопительный поток. Накопительный поток – это поток, который в будущем вам даст очень хорошее количество денег, если вы об этом сегодня позаботитесь. Это стратегия от 3 до 25 лет. Минимальный вход 1000 рублей после подтяжки и каренси с обязательным ежемесячным пополнением в течение 3 лет. Накопительный поток так устроен, что в течение, допустим, если вы выбрали период 3 года, в течение 3 лет вы накапливаете, и в течение последующих 3 лет вы получаете. То есть есть период накопления, а есть период выплат. Если вы выбрали 5 лет, соответственно, накапливаете 5 лет, 5 лет получаете. Выбрали 25 лет, накапливаете 25 лет, 25 лет получаете. И таким образом этот поток заточен на долгую, очень такую консервативную, но очень уверенную стратегию. Поэтому 1000 после подтяжки и каренси через 3 года превращается в 5000 и выплачивается вам в течение 3 лет, также, допустим, по 5000 в месяц. 10 тысяч превращается в 50 тысяч и также выплачивается. Поэтому это долгосрочные стратегии, долгосрочные инвестиции. У меня также на многих площадках наших открыто много накопительных потоков. Многие уже проплатил я уже сразу на 3 года вперед для того, чтобы они мне уже в ближайшее время начинали давать средства. Поэтому время летит очень быстро. И вот уже пройдет скоро полтора года, и я уже буду получать очередные накопительные потоки. Поэтому, дорогие друзья, задумывайтесь о будущем реально сегодня. Наше сообщество запрограммировано на очень долгое время. Именно поэтому у нас потоки такие серьезные. И здесь никто никуда не торопится. Сообщество развивается очень гармонично, очень не спеша, в то же время очень уверенно. Поэтому здесь есть колоссальные возможности. Накопительный поток тому подтверждение. И еще один поток, который есть у вас в кабинете, это поток удачи, либо наша беспроигрышная лотерея. Пять из тридцати двух на рублевой и на европейской площадке. И пять из двадцати пяти на четырех других площадках. Поэтому пока это так, потом может все поменяться. Многое у нас корректируется, меняется, и это очень правильно. Поэтому возможности играть и выигрывать есть, поэтому используйте это. Площадки имеют разные валюты, и наши лотереи могут позволить вам выиграть джекпоты в разных номиналах, в разных количествах. То есть, допустим, давайте возьмем рублевую площадку. У нас три вида лотереи. Классическая синяя и золотая лотерея. Классическая стоит 100 рублей джекпот 300 тысяч. Синяя 500 рублей джекпот 500 тысяч. И золотая 1000 рублей джекпот миллион. Поэтому, дорогие друзья, заходим в кабинет и проваливаемся в вкладочку LT лотереи. И читаем большую красную кнопку правила лотереи. Там все прописано детально. Поэтому играйте, выиграем, желаю вам удачи. За последние только 6 месяцев у нас было сорвано больше 20 джекпотов. И поздравляю всех участников, кто срывал джекпоты. Они реально, если не сглупили и направили потом деньги в потоки, эти люди уже давно финансово свободны. И это очень круто. Вот, теперь давайте повторим, о каких потоках я сейчас вам рассказал. Первый – это стартовый поток, ускоренный стартовый поток. Дальше идет у нас обычный быстрый поток, супербыстрый поток, растущий поток, накопительный поток и лотерея. 7 потоков у вас есть на каждой площадке. Это 7 разновременных потоков. В разное время они могут вам давать разное количество денег. Но деньги у вас будут всегда, как устроена наша система, чтобы у обычного человека деньги были всегда. И он не стрессовал в нужде о том, откуда брать деньги, потому что завтра там что-то отожмут у него квартиру, потому что там он половину ипотеки выплатил, а вторую половину у него с трудом уже получается выплачивать, потому что здоровье уходит, заработать все сложнее. И многие, кто с этим сталкивался, понимают, о чем я говорю. Банк так устроен, и он так составил ипотечную программу, что даже если вы недоплатили там какой-то год, и потом у вас пошли... 19 лет проплатили, год недоплатили, и потом у вас пошли проблемы там по финансам, допустим, и вы там не платите, у вас просочки, то он может отжать всю вашу квартиру, и все ваши оплаты просто сгорают, и все достается в банку, и он на торгах быстренько все это дело продает, и забывает про вас и про вашу квартиру, получая только на этом большую прибыль. Ну а вы потеряли 20 лет жизни, и я уверен, что здоровье. Так зачем играть в такие игры, которые часто выигрывают в основном только хозяин этого казино, дорогие друзья? Поэтому важно вовремя подумать и вовремя принимать правильные решения, потому что даже самая вот эта ипотечная программа, это программа, в которой многие люди выплачивают 3-4 квартиры вместо одной. Как вы считаете, это справедливо? А кто-то не парится и находится в этой системе, во главе этой системы, и у него все очень хорошо с деньгами. Поэтому система так устроена, пирамидального типа, в которой мы с вами живем, что богатые богатеют, а бедные беднеют. Именно поэтому Дмитрий Васадин, основатель нашего сообщества, создал наше сообщество для того, чтобы шанс был у каждого обычного человека жить другой жизнью, жизнью свободного человека. Я попозже сейчас об этом немножко расскажу. Так вот, у нас есть 7 потоков в каждом кабинете, и это далеко не все. У нас 6 площадок мультивалютных, да, это площадка в рублях, это площадка в евро, общая европейская, испанская в евро, польская в злотых, киргизская в сомах, и шестая в Великобритании, сейчас молодая площадка появилась в хунтах-стерлингах. Сейчас у нас 6 площадок, а в каждой площадке 7 инструментов, по которых я вам сейчас только что рассказал, вы представляете, сколько возможностей? 42 потока потенциально вы можете открыть, и в каждом потоке есть еще подпотоки и так далее. То есть, ну, это кроме того, что я вам еще не рассказал о финансовой инфраструктуре, которая у нас есть, да, то есть это около 10 сайтов, которыми я управляю ежедневно, да. То есть у меня на данный момент сама процедура пронажимать все кнопочки, как бы везде со всех потоков собрать деньги и принять решение их реинвестировать, вывести, завести. Меня это занимает сейчас, ну, уже, если раньше это занимало 5 минут, сейчас мне это занимает уже там минут 20-30 в день, да. Это только техническая процедура, да. Ну, плюс еще не спеша подумать, куда лучше направить средства для того, чтобы они уже дальше помогали идти к намеченным целям. Поэтому, дорогие друзья, возможностей здесь очень много, и сейчас подробнее буду их раскрывать. Кроме того, что в каждом кабинете есть 7 потоков, есть еще 2 прекрасные возможности. Дело в том, что наше сообщество не дает рекламу. Наше сообщество всегда идет от человека к человеку тихо, можно сказать, медленно, но очень уверенно. Поэтому, если вы не рассказываете про сообщество, то никто не расскажет про сообщество. Но наши потоки так устроены, что это очень качественный продукт. Именно поэтому люди просто, ну, не могут не рассказывать про наше прекрасное сообщество. Именно поэтому у нас нет обязательных приглашений, дорогие друзья. Наш продукт сам рассказывает про себя. И на данный момент у вас есть еще потрясающие 2 возможности. В каждом кабинете есть вкладочка, называется «Возможные вознаграждения за развитие проекта». Вы туда заходите в кабинет, проваливаетесь в эту вкладочку и читаете. Там есть 2 вида бонусов. Первый бонус – это реферальные бонусы. Второй бонус – это лидерские бонусы. Реферальные бонусы – это ваши за лично приглашенных. От 2, по-моему, до 10% в зависимости от потока, который открыл ваш участник, которому вы рассказали об этой информации. И второй лидерский бонус – это бонус, который дает вам возможность уже строить команду и иметь возможность получать бонусы с глубины. Кто такой лидер? Это участник, которым в первой линии уже 10 человек и более, у которого открыты все потоки на этой площадке, который разобрался, который прошел лидерский экзамен, и на совете лидеров, чтобы лидер принимает решение о присвоении данному участнику квалификации лидера, дорогие друзья. Это даже не совсем квалификация, это больше должность. Лидер выполняет определенные должностные обязанности, и он немножко отделяется от своего вышестоящего лидера своей командой, своей структурой и становится ее лидером консультантов. У нас как матрешка в матрешке получается. У нас такой очень интересный маркетинг-план, он очень простой. То есть матрешка в матрешке. В матрешке появляется еще одна маленькая матрешка в виде лидерской структуры ячейки. Так вот, лидер, как только стал лидером, он получает со своей лидерской ячейки в глубину до бесконечности, а со лидерской структур до седьмого уровня. И таким образом у лидера тоже появляются дополнительные финансовые возможности. Поэтому все, кто активные участники, уже претендуют на название лидера, заявляйтесь и, как говорится, проходите соответствующее обучение, сдавайте экзамен и становитесь лидером. Это очень вас ускорит в движении к вашим целям. Идем дальше. Эти две возможности есть на каждой площадке, в каждом кабинете. Идем дальше. Давайте теперь я вам расскажу про финансовую инфраструктуру, которая есть в нашем сообществе. Первое. Это, конечно же, наши кассы взаимопомощи, либо наши площадки, да, в разных валютах. Еще раз повторю. Рублевая площадка, общевропейская в евро, испанская в евро, польская в злотых, киргизская в сомах. И британская, сейчас шестая площадка, появилась в пунктах стерлингов. Шесть площадок, они в разных валютах. То есть, участвуя во всех площадках, вы имеете возможность использовать такой термин, как валютная диверсификация рисков. То есть, неважно от того, где какая валюта просядет, в общем, у вас картина будет прекрасна по всем площадкам. Потому что вам уже ваш портфель собранных потоков, он независим от каких-то потрясений в той либо иной стране. И это очень важный момент. А потрясения были, есть и будет. Тем более, что мы живем с вами в эпоху перемен. Идем дальше. Дальше у нас есть наша криптовалюта и каренси, за счет которой у нас получаются прибыли. Причем это не токен, не коин, это каренси. Каренси – это универсальное платежное средство. Она придумана для того, чтобы мы ее рассчитывались между собой. И в будущем, когда наше сообщество разрастется еще больше, и каренси у нас будет как универсальное платежное средство, чтобы мы покупали товары, услуги, оплачивали друг другу. И это будет довольно интересное время. Я рекомендую всем, мне кажется, до этого времени развивать хорошо свои потоки, чтобы потом у вас было еще больше возможностей. Идем дальше. e-каренси – это не спекулятивный инструмент, но это очень хорошая криптовалюта, которая пользуется большим спросом среди наших участников. Почему она пользуется спросом? Потому что за счет нее получается прибыль в потоках. И поэтому за последние два года e-каренси выросла больше, чем я уже забыл, какое количество раз, но где-то больше 50 так точно. x50 вы бы могли сделать, если бы вы два года назад приобрели e-каренси, и e-каренси у вас полежали, и сейчас вы могли бы продать за очень приличную сумму. И вас бы с удовольствием все наши участники купили, потому что e-каренси нужно каждый день. Я каждый день пополняю поток, я каждый день подтягиваю e-каренси. e-каренси – это как топливо, можно сказать, к потокам. Поток – это машина, а e-каренси – топливо. И машина поехала. Дальше у нас есть облачный майнинг. Это определенный облачный сервис, где мы майним e-каренси. Это тоже очень интересный проект. Там тоже надо иметь. Первые мои майнеры я еще купил в 2018 году. Они до сих пор прекрасно работают, уже давным-давно отбились и приносят хорошую прибыль. Поэтому майнеры тоже надо иметь. Это тоже своеобразный денежный поток. Поэтому майнинг – это очень выгодно. Поэтому если у вас появляется уже с помощью потоков финансово возможность приобрести майнеры, обязательно этим воспользуйтесь. Идем дальше. У нашей системы есть свой собственный блокчейн. Не каждая корпорация, не каждый даже европейский банк может похвастаться наличием своего собственного блокчейна. Но у нас уже больше пяти лет разработан, создан. А это дорогая очень штука. Это штука, которая создается долго и очень дорого стоит. Поэтому блокчейн наш собственный уже есть более пяти лет. Мы им пользуемся. Поэтому все кабинеты под полным учетом. Вы можете посмотреть историю своих пополнений, начислений. Это все благодаря блокчейну, дорогие друзья. Поэтому мы имеем шанс использовать блокчейн, и причем с огромной скоростью транзакций. И на данный момент, когда вы пользуетесь нашими криптовалютно-платежными сервисами Сберкасса и Монистораж, вы это видите, насколько быстрая скорость транзакций. Дальше. Сберкасса и Монистораж. Это вот два наших криптовалютно-платежных сервиса, которые позволяют нам накапливать, обменивать, пополнять, снимать, конвертировать, продавать, покупать. Но это такие очень мощные платежные сервисы, с помощью которых мы пополняем потоки, снимаем, накапливаем, храним. В том числе даже у нас есть проценты на остаток. То есть, по сути, это наши интернет-банкинги. Сберкасса заточена в основном для постсоветского пространства, а Монистораж для западной финансовой системы. Но, в принципе, и любой участник может принимать участие и там, и там без разницы. Потому что, в основном, все у нас ход-выход через криптовалюты. Дальше. У нас есть своя нейросеть. Нейросеть, которая уже больше двух лет следит за работой наших денежных потоков. Она не простая нейросеть. Она самообучаемая. То есть, она в ходе эволюции еще сама учится, как лучше делать для того, чтобы обеспечить выполнение своей цели. А цели нейросети – это обеспечить безопасность работы и нашей системы, и, соответственно, бесконечность работы нашей системы. Поэтому нейросеть делает все действия для того, чтобы наша система работала бесконечно. И это очень круто, потому что убрали полностью человеческие факторы, что позволяет нам иметь возможность получать деньги каждый день. И это реально дорогого стоит, дорогие друзья. И так далее. Я еще знаю около пяти проектов, но вам еще рано об этом говорить, которые в любой момент могут быть запущены, и вы будете иметь еще определенную возможность. Но вы хотя бы с этим разберитесь, что я перечислил сейчас, для того, чтобы вы могли иметь деньги каждый день без обязательных приглашений. Дальше. Про инфраструктуру я вам рассказал. Еще есть биржа BlackBit, точно. Есть биржа BlackBit, где мы можем покупать e-currency за нашу криптовалюту, нашу криптовалюту e-currency за USDT. Вот. TRC-20. И вы можете заводить туда с любого источника криптовалютного и покупать e-currency. Потом e-currency переводить либо в Money Storage, либо в Сберкассу и запускать потоки. Либо накапливать, либо дальше конвертировать в любую валюту, которую вы хотите. Вот. Поэтому целый комплекс финансовых инструментов, которые создавались очень долго и стоят очень дорого, а их еще и обслуживать надо. Поэтому, соответственно, вся наша система, она заточена, чтобы жить с ней долго. Даже само понятие инфраструктура – это долго и дорого. Поэтому, я думаю, вы понимаете, что такое инфраструктура. Вот есть в городе городская инфраструктура. Это газ, свет, электричество, вода, канализация, вентиляция, даже ваши тротуарчики к вашему подъезду, освещение уличное, там и так далее. Все это городская инфраструктура. Это делается очень долго, стоит очень дорого. И делается с единственной целью – с этим жить в долгую, дорогие друзья. Она не делается для того, чтобы на короткий промежуток времени. Поэтому нашу инфраструктуру мы сообщество создавало очень долго, уже около 11 лет. Мы ее постоянно развиваем, мы ее постоянно совершенствуем. И она стоила очень дорого. Несколько десятков миллионов долларов затратила сообщество для того, чтобы иметь потрясающую нашу финансовую инфраструктуру, которой вы имеете возможность сейчас пользоваться абсолютно бесплатно и еще, к тому же, приобретать прибыль в ваших денежных потоках. Идем дальше. Теперь часто задаваемые вопросы. Первый вопрос – откуда деньги? Второй – пирамида, не пирамида? Лохотрон, не лохотрон? Приглашать, не приглашать? Вот четыре часто задаваемых вопросов. Давайте по очереди разберемся. Вопрос – откуда деньги? Я сейчас вам расскажу пять источников дохода нашей системы. Но это не все. Я еще знаю несколько, но об этом я уже рассказывал только на командном обучении для своей команды. Поэтому записывайте, если вы до сих пор не понимаете, откуда деньги в нашей системе. Первый источник дохода – от прогнозируемого курса роста криптовалюты и каренси. В связи с тем, что и каренси пользуются огромным спросом, курс и каренси постоянно растет. Так вот, в ходе ее роста получается прибыль для нашего сообщества. Дальше. Почему и каренси пользуются спросом? Потому что все большее количество участников создает все большее количество денежных потоков. А для того, чтобы поток приносил прибыль, нужно и каренси за счет этого. И каренси очень популярна, она очень пользуется спросом. Плюс многие уже участники, которые видят уже систему довольно долго, они уже начинают инвестировать в и каренси. Они начинают покупать и каренси про запас, чтобы и каренси накапливалось. И потом, на ходе роста курса, они могли либо продать и каренси и запустить потоки, либо дальше продолжать накапливать и каренси и еще больше вымечивать свой капитал. Поэтому это первый источник дохода в нашей системе. Это прогнозируемый курс роста криптовалюты и каренси. Дальше. Второй источник дохода. От справедливого перераспределения денежных средств не по принципу пирамидальной системы, где деньги стекаются в верхушку всегда, а по принципу одноранговой сети. Это принцип короля Артура, можно сказать, озвученный первый среди первых, равный среди равных, король среди королей. Одноранговая сеть – это сеть, где все равны. То есть сейчас у нас неважно, вы сегодня зарегистрируетесь, вы вчера зарегистрировались, вы здесь два года, десять лет, или семь, как я. У нас кабинеты у всех одинаковые. Проценты у всех одинаковые. Потоки у всех одинаковые. Все стартуют с равных абсолютно условий. И эти условия не изменяются в зависимости от вашего какого-то ранга, либо лидера, либо топ-лидера, либо куратора. У всех кабинеты одинаковые. Именно поэтому прежде всего мы участники, а потом уже там, если вы хотите, можете развиваться дальше. Прежде всего мы участники. И кабинеты у всех абсолютно одинаковые. То есть у нас абсолютно равные условия. А вот как вы управляете своим кабинетом, вот в этом часто бывает большая разница. Именно поэтому справедливое перераспределение – это очень важно, потому что пирамидальная система – это та система, в которой мы сейчас с вами живем, где богатые богатеют, а бедные беднее. Деньги снизу все идут наверх. Это пирамидальная система. Именно поэтому сейчас в нашем обществе 1-3% имеют 90% всех богатств этого мира. То есть несмотря на то, что они, по сути, не нужны. Чисто алчность свою холить или леять, и даже они не могут это не пропустить через свое тело, через унитаз, не могут они взять это все с собой. Деньги никогда никого еще не сделали счастливым человеком, да? Но тем не менее, вот это вот накопительство, это вот эта система, которая… Это темная сторона капитализма. Система, которая способна… Мы сейчас живем в эру перепроизводства. То есть за прошлый год больше, по-моему, трех с половиной миллионов машин было произведено, да? Но куплено только около трех миллионов машин. Где-то полмиллиона машин. Либо стоят, гниют где-то на каких-то новеньких машин, на каких-то расстоянках, либо бывают такие моменты, что вывозят тупо танкерами и топят в море, да? В океане, да? Представляете, да? Только потому, что не дать другим людям. Мы лучше утопим от перепроизведенной продукции, но не дадим никому. Это капитализм, да, друзья мои. И мы сейчас вынуждены в этом жить. Поэтому справедливое перераспределение – это очень важно. Справедливое перераспределение в природе заточено изначально. Именно поэтому, если сегодня там какой-нибудь хрюшка или кабанчик родился, у него все одинаково, так же, как у другого кабанчика или там у другого особи, да? Пожалуйста, вот тебе опушка, вот тебе полянка, вот твоя зона обитания. И здесь все всем в форму. Сколько возьмешь, все твое. Так в природе заточено, да? Но никогда кабан этот не заберет себе там весь этот лес, да? Никогда он не заберет себе там всю область там, да? И не скажешь, я тут самый главный кабан этой области там. То есть такого нет в природе. Но в нашем человеческом царстве такое есть, к сожалению, да? Так вот, справедливая система распределения – это очень важный момент. Третий источник дохода. Третий источник дохода от того, что у нашей системы нет хозяина. Весь доход остается в нашем сообществе, дорогие друзья. У нас не коммерческий проект, у нас социально-образовательный проект. Именно поэтому весь доход, который есть в нашей системе, он остается в нашей системе и распределяется по вашим кабинетам в зависимости от ваших действий в вашем кабинете, вот тех алгоритмов, которые вы сами запустили. Поэтому это очень важный момент. У нас нет хозяина. У нас есть только идейный основатель, который создал эту систему, помог сообществу, дал определенные необходимые знания и курирует ее для того, чтобы вы могли иметь вот эту возможность. Еще раз. Коммерческий проект – это когда один голодный создает по пирамидальной системе проект, используя хитрый маркетинг, других голодных собирает, чтобы с единой целью его накормить, чтобы себя накормить и получить прибыль. Вот это цель любого коммерческого проекта. У нас касса взаимопомощи. Задача кассы взаимопомощи – оказать взаимопомощь. У нас система другая. У нас один сытый человек – это Дмитрий Васадин, основатель нашего сообщества. Он еще за 7 лет до момента старта сообщества уже давно был долларовым миллионером и человеком абсолютно финансово свободным. Ему не надо было думать, где бы взять деньги. У него куча бизнесов уже без нашего сообщества. Наше сообщество только иногда приносит ему только нервотрепку. Сейчас уже лучше, но раньше было по-разному. Пока всем людям расскажешь, безграмотным, как им надо жить, это столько времени и сил уходит. Поэтому один сытый человек придумал и создал систему для голодных, где мы можем объединиться и помочь друг другу. Что такое касса взаимопомощи? И все, что мы здесь делаем, остается в нашей системе и распределяется нам всем. Поэтому мне очень выгодно, чтобы развивалось сообщество, потому что запуская систему, система помогает мне. Я помогаю системе, система помогает мне. Я помогаю другим людям, другие люди помогают мне. И так это устроено. Но такое у нас не просто... Вы все играли в кассу взаимопомощи и продолжаете дальше в нее играть. Это вот, когда вы скидываетесь на день рождения на работе, либо вы скидывались в школе, в университетах, либо еще где-то. Вот это элементарная касса взаимопомощи, но только она очень примитивного плана. Все скинулись по чуть-чуть, и имениннику приятно подарок получил. Все вместе посидели за полным праздничным столом. Вот что такое касса взаимопомощи. Так у нас она нового поколения. Она не простая, она с глубокой психологией, в которой запрограммировано больше 11 лет развития нашего сообщества. А это, поверьте мне, дорогого стоит. Так, весь доход остается у нас в нашей системе, они уходят. Обычно хозяин всегда забирает 30-50% всего дохода. А у нас этот доход остается в системе и распределяется среди кабинетов всех наших участников. Четвертый источник дохода. Это деньги от постоянного пополнения потоков. Дорогие друзья, наша система так хитро устроена, она сама себя как бы пополняет. То есть я постоянно пополняю свои потоки. Пополняю, снимаю. Пополняю, снимаю. И так делает каждый участник, кто хочет еще больше. То есть я пополняю, больше снимаю. Пополняю, еще больше снимаю. Таким вот образом создаю новые потоки. И опять их начинаю вскармливать, взращивать. Потом еще больше снимаю. И так делает каждый участник. За счет вот этой синергии в разное время открываем разные потоки на разные номиналы. И у каждого человека разные цели, у каждого человека разные потребности, у каждого человека все по-разному. В итоге у всех все получается и всем всего хватает. Это все равно, что, не знаю, купить один перфоратор, да, но в связи с тем, что тебе надо сделать ремонт в твоей квартире в течение месяца, потом он тебе только будет не нужно лежать у тебя в углу, ты этот перфоратор даешь соседу. То есть вы купили этот перфоратор на 10 семей. И в разное время делать ремонт, этот перфоратор работает и всем сделал ремонт. И не надо покупать всем 10 перфораторов. Потому что одним перфоратором обошлось 10 семей, дорогие друзья. Поэтому это называется жить скопом. Современный человек забыл, что такое жить скопом. Но вместе жить всегда проще, легче и от этого веселее. Именно поэтому, когда я объехал больше 15 стран мира, когда я заезжал как-то в сибирскую глубинку и глубинку в средней полосе России, я встречал пожилых людей, которые мне рассказывали о том, что раньше люди по-другому жили, улицами даже объединялись, чтобы на этой улице новый дом построить молодоженам. Представляете, да? То есть, допустим, семья собирается, новая ячейка общества, молодожены. Чтобы сделать подарок этой семье, все жители этой улицы собираются все вместе буквально на неделю для того, чтобы срубить дом. Мужики там сходятся, 20-30-40 мужиков, бревна кладут, и они молодой семье делают такой подарок. Они рубят новую хату. Представляете, да? Как раньше люди жили. Это было лет 120 назад, ориентировочно, до революции. Рубят новую хату, и все вместе потом накрывают крышу, вставляют окна, и все вместе садятся за праздничным столом и празднуют эту свадьбу. Вот так вот раньше люди жили. Они помогали друг другу. И с копом жить всегда проще. И так далее. У меня есть эфиры на YouTube-канале, называется «Эфиры». Это, по-моему, объединение людей взаимовыгодное. Посмотрите, найдите этот эфир. Чуть что-то напишите мне в личку, я вам его скину. Я рассказывал о том, какие были моменты объединения людей. Статистику приводил. Это очень интересный момент. Пятый источник дохода в нашем сообществе. Этот источник дохода я называю экономией. Этот источник дохода я заметил не сразу. Когда у меня уже разрослась команда, я стал анализировать, я заметил такую вещь, что как бы я идеально бы не делал командное обучение, как бы я не старался, чтобы все быстро все схватили, но такого не происходит. У каждого человека своя скорость. И усвоение нового материала в том числе. Поэтому процентов 70-80, слава богу, хорошо все быстро схватывают, у них все хорошо. Процентов 20, это участников, любят изобретать велосипед. И им даешь идеальные стратегии, им даешь все знания, им даешь командное обучение, рвешь глотку на командном обучении. А они говорят, у меня своя стратегия. За счет этого они делают неправильные действия. Система бы и рада им дать больше, но они и сами не берут, потому что они делают ошибки, делают неправильные действия. Но и таким образом они экономят в системе деньги. Радует то, что проходит там 3-6 месяцев, они понимают, что все-таки надо учиться, потом пойдут поучатся, у них все становится нормально, выруливается все. Но в течение какого-то времени они очень сильно в системе экономят деньги. Система бы рада, бы дать так и не берут, поэтому не хотят учиться. Поэтому в нашей системе преуспевает тот, кто учится. Именно поэтому я всегда на всех да и до командных обучениях и презентациях говорил, что учиться это очень важный момент. И у нас квест такой, квест глубокий, что я до сих пор, седьмой год сообщества, я до сих пор ловлю инсайты. Я до сих пор ловлю такие осмысления, вау, как это круто, с какой психологической глубиной это сделано. Поэтому, дорогие друзья, денег в системе много, и это еще не все источники дохода, которые я перечислил. Эти источники дохода остаются в системе и распределяются гармонично, создавая надежность нашей системы и возможность финансово обеспечить вам выплаты каждый день по вашим индивидуальным планам. Дальше. Пирамида, не пирамида. Дорогие друзья, разберитесь еще раз, что такое пирамида, как она устроена. Еще раз повторю, у нас не пирамидальная система, сообщество, у нас одноранговая сеть, все равны, и у всех одинаковые кабинеты. Во всех кабинетах, не важно, когда вы пришли, сегодня, завтра, либо как я, семь лет назад, либо у нас есть участники, десять лет назад. У всех одинаковые кабинеты, абсолютно. Как вы ими управляете с помощью вашей головы, вот в этом большая разница. И от этого большая финансовая разница у тех, либо иных участников. А все остальное у нас, у всех одинаково, мы абсолютно на равных правах находимся. Вот. Поэтому это называется одноранговая сеть. Идем дальше. По пирамиде, говорю, еще раз разберитесь, смотрите фильмы «Деньги. Пирамиды. Долгов. Дух. Времени. Первая, вторая, третья, четвертая части». И поймите, что вы живете в этой пирамиде. Купите в этот один доллар, и на память вы себе положите в кошелек, и поймите, что вы сейчас живете в пирамиде. Именно поэтому денег не хватает. Это побочный эффект пирамиды. Если денег не хватает постоянно, это значит, что вы живете в финансовой структуре по принципу пирамиды. В советское время людям с большего денег хватало, потому что была справедливая система распределения благ. Всем по большей части всего хватало. Не было бомжей, попрошаек на улицах, либо еще там обездоленных прям сильно-сильно. В капиталистической системе выживает сильный, слабого запинывают, и он никому не нужен. Деньги во главе угла у капиталистической системы, у системы больше социального плана человек во главе угла. Вот в этом и есть особенности. Да, мы взяли, наша система — это микс капитализма, самого лучшего, и социально ориентированных проектов. Поэтому мы взяли все самое лучшее везде, из истории, из технологий, из положительных историй нашего народа, в том числе. До революции объединялись в общины. Вот так вот с копом жили. В советское время касса взаимопомощи на предприятиях. Допустим, вот моя мама тоже участвовала на заводе в военном кассе взаимопомощи. Черные кассы взаимопомощи. Кассы взаимопомощи профсоюзных организаций в советское время были. Дальше объединялись люди в гаражные кооперативы, строили себе кооперативное жилье. До сих пор на постсоветском пространстве больше 50% — это как раз жилой фонд до сих пор еще советских времен. Вы пользуетесь, я в том числе, в большей части жил площадями советского плана, понимаете? И на данный момент это то, что создали наши предки. И через вот эту систему распределения благ. Не пирамидального плана, а именно справедливого распределения. Дальше идем. Лохотрон, не лохотрон. Вопрос вот этого, да? Человек, который начинает говорить вот такими ярлыками, он сам по-стоящему не понимает, что он вообще говорит, да? То есть он как минимум не разобрался, как максимум он не понимает, о чем он говорит, да? Что такое лохотрон? Лохотрон — это проект, который, прежде всего, коммерческий проект, который, целью которого — срубить бабло хозяину проекта. Я вам только что рассказал, что у нас некоммерческий проект. Это раз, да? Цель, задача совершенно другие. Поэтому это слово никак не ассоциируется с нашим сообществом, которому уже 12-й год. Лохотрон развивает 12 лет и затрачивая десятки миллионов долларов на финансовую инфраструктуру, ее поддержание, кормя огромную команду айтишников топ-уровня мирового. Нахрена это надо? Что бы лохотрон делать, это все намного проще делается. Это обычный сайтик нужно, не надо никакие блокчейны, не надо никакие нейросети. Обычный сайтик, красивый маркетинг, хорошая легенда и внутряночка. Все, больше ничего не надо. Никакие криптовалютно-платежные сервисы, никакие там это все не нужно для того, чтобы сделать лохотрон. Вы поймите вот этот вот момент. Не надо этого всего большого. Лохотрон делается на определенное количество времени, чтобы срубить бабу о коммерческом проекту, хозяину проекту, либо админу, учредителю. Так, дальше вопрос. Вопрос следующий. Приглашать, не приглашать? Вот, вот эта тема, да? Говорят, что, типа, вот за счет новичков вы только живете там, то все. Опять-таки, еще раз повторю, человек не разобрался. Еще раз, да? Мы, старые участники, кормим новичков. Знаете почему? Потому что мы создаем потоки на сотни тысяч, на миллионы, а новичок заходит на три тысячи свои. И вот с этой кнопочкой по 120 рублей 30 смотрит и тестирует систему. У него еще он не понимает. Он еще, система начинает ему в мозг влазить, и у него только нейронные связи начинают простраиваться в голове. И вот будет он там сидеть сколько? Два месяца, три месяца, полгода он будет так 100 рублей туда-сюда гонять? Это неизвестно, да? Но старые участники, которые уже разобрались, которые уже поняли, что это такое, они уверенно себя ведут. Они действуют, они уже идут к своей цели. Они уже четко понимают, что с помощью этой системы они могут прийти к своим целям. С помощью этой системы они могут изменить качество своей жизни. И они уже это делают. И поэтому с помощью старых участников эта система уверенно всем наполняется, в том числе, кроме всех источников дохода, которые я уже перечислил. И вот этих порсель молодых участников взращивается, чтобы они окрепли, чтобы им деньги нормальные пошли, чтобы они стали сытыми, обулись, оделись, накормились, успокоились и начали разбираться еще более глубже. Поэтому так устроена наша система. И когда вы подольше здесь останетесь, вы поймете, о чем я говорил. Это как в сказке домовичка. Смотрели, Кузин? Да. Ты и сказки русские не смотрел. Напоеви, накорми сначала, баню и стопи, а потом и люби. Так и здесь, да? Поэтому Дмитрий Васадин так и создал нашу кассу взаимопомощи, чтобы вырастить себе подобных миллионеров, которые уже на уровне могут составлять сообщество в том числе. И каждый участник может до этого дорасти. При том, при всем, что мы все равны. Каждый. Неважно, ты миллионер, не миллионер, у тебя все равно, кабинеты у всех одинаковые. Просто ты ими более грамотно управляешь. А почему? Потому что учишься. А учишься почему? Потому что у нас есть система обучения, у нас есть грамотные наставники. И это все бесплатно. И инфобизнесмены эти все знания продают за миллионы. Но мы же это все даем бесплатно всем своим участникам. Всем, кто хочет быть свободным человеком, развиваться, мы все даем бесплатно. Кроме того дохода, что вы еще и из потоков имеете. Поэтому лохотрон ли это или нет, не знаю, в какую сторону лохотрон. Может, в том, что я трачу огромное количество времени и усилий на эти образовательные моменты. Может быть, с этой стороны он лохотрон, да? Не знаю. Но я его лохотроном не считаю. Я считаю его прекрасным социальным, образовательным, финансовым проектом, который дает людям реально улучшить качество их жизни. Именно поэтому сейчас больше 130 участников у нас на нашей встрече. За что вас благодарю. Надеюсь, что это полезное вы услышали. Сейчас я могу ответить на ваши вопросы. Поэтому поднимайте руки. В течение 50 минут давайте я отвечу на ваши вопросы. Вот Светлана первая подняла руку. Слушаю, Светлана. Задавайте вопрос. Всем здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. У меня, может быть, глупый будет вопрос. Но вот все мы имеем, вот кто сейчас уже участник потока, да? Участник проекта. Все мы имеем возможность иметь деньги каждый день. Но имеет ли смысл иметь финансовую подушку? Вот какой вопрос. Финансовую подушку вы имеете в виду дома иметь, да? Финансовую подушку. Это вы имеете в виду? Финансовую подушку – это некоторое количество денег, которые у нас в запасе, так скажем. Ну вот смотрите, это решает каждый сам. В принципе, вопрос у вас не глупый. Вопрос у вас очень хороший. Кстати, и вопрос достоин очень глубокого уважения. Потому что только участник, у которого уже потоков более-менее уже все хорошо, начинает задумываться об этом вопросе. Что бы я вам сказал? Многие финансовые консультанты, миллионеры этого мира, достойные люди типа Бода Шефера, Роберта Киосаки и других рекомендуют дома иметь в наличных сумму в разных валютах, равную проживанию вами года без ущерба качества вашей жизни. То есть, чтобы вы могли, если что-то, ну, какой-то, не знаю, что-то произойдет, не знаю, в этом мире, ну, всякое может быть, да, чтобы вы могли прожить год без ущерба качества вашей жизни. То есть, вы посчитаете, сколько вам в месяц надо, сколько вам надо в месяц. Дальше вы, допустим, если вам надо 50 тысяч в месяц, чтобы вы достойно прожили, купили себе все, что надо, там, еду, питание, одежду, там, витамины, еще что-то, да, чтобы вы себя хорошо чувствовали. Вот, значит, у вас, ваш уровень жизни 50 тысяч. Чтобы вы прожили нормально, вам надо 50 умножить на 12, то есть, минимально вам надо это иметь в наличных мультивалютах, да. Но это уже следующий этап, да. То есть, сумму в ориентировочную 600 тысяч желательно иметь. И почему это, почему это хорошо даже иметь эту сумму? Потому что вы, во-первых, будете еще более уверенно действовать в потоках, имея эту сумму. Дальше вы будете более спокойной, вы будете более гармоничной, у вас всегда есть защита, и вы будете использовать вот эти деньги, как денежный магнит. Так устроено и очень интересно, что определенная сумма денег, если вы ее не тратите, она работает как магнит, к деньгам начинают притягиваться еще большие деньги. Поэтому, поверьте мне, если вы вот так вот сделаете, у вас потоки еще больше, у вас появится, не знаю там, откуда-то деньги еще придут, появятся какие-то новые партнеры, появятся еще какие-то новые возможности, и вы создадите еще большие потоки, и таким образом у вас денег станет больше. Потому что у вас есть вот такой НЗ-магнит, который не на черный день, а на белый день, чтобы ваш день всегда был белым, ваш день всегда был светлым, чтобы вы могли, там, даже непредвиденные какие-то обстоятельства, в течение года вы могли продержаться на достойном уровне жизни, а за год можно многие вопросы порешать, решить, выйти практически из любой ситуации. Поэтому вот то, что говорят наши консультанты, миллионеры, я в принципе и согласен с их мнением. Ну, я-то этот вопрос задала, вы, может быть, догадываетесь, по какой причине, то есть я, как говорят, старый волк, то есть я тоже много теряла везде, и поэтому, ну, обжегшись на молоке, дуешь на воду, как говорят, в данном случае это как бы финансовая подушка, подушка безопасности, так скажем. Я так поняла, что нужно ее просто постоянно поддерживать, да? Вы просто потихонечку... От аппетитов ее увеличивать. Вы потихонечку создайте ее, без резких маневров. Вы крутите потоки, потом, допустим, получается у вас доход, там, 40 тысяч, вы 10% отложите на эту подушку, 4 тысячи, потом в следующем месяце у вас доход 50 тысяч, вы пятерку отложите, и таким вот образом пройдет, там, не знаю, полгода, год, ваши доходы будут потихонечку расти, вы сможете создать вот эту вот подушечку, не спеша, без ущерба и потоком, без ущерба и качеству вашей жизни, вот. Поэтому это надо делать не из страха, это надо делать из состояния, что вы понимаете, как работают деньги, как они функционируют, это как они взаимодействуют, еще раз повторю, денежный магнит, деньги притягиваются к деньгам, так работает, у вас нет магнита, денег нет, потоки, это тоже магнит, копилка в растущем потоке, это тоже магнит, ваши там небольшой НЗ, который дает вам спать спокойно, это тоже магнит, и так далее, вот чем больше у вас будет этих магнитиков, тем больше у вас будет к вам притягиваться деньги, деньги идут к деньгам, и чем больше вы, это закон денег, деньги идут к деньгам, потому что вы начинаете, они у вас входят в вашу зону комфорта, и вы начинаете их разрешать себе, их иметь в том числе, и это потихонечку надо взращивать, взращивать в вашу зону комфорта, и таким образом у вас все будет лучше, 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 лучше. Спасибо, Андрей. Пожалуйста. Еще вопросы? Так, Кирилл, слушаю. Здравствуй. Приветствую, Кирилл, слушаю, вопрос. Вы говорили по поводу, что там защита именно финансов, и я хотел, именно по поводу защиты, в каком плане вы имели в виду защиту, то, что деньги никаким образом не украдут, или вы имели в виду в другом плане защиту? Защита, я не понял вопроса, где я имел в виду слово защиты. Рассказывали, рассказывали, и слово я услышал, что вы еще получаете защиту финансовую. Ну, конечно. Финансовая подушка, это в том числе финансовая защита, ну, в том числе. А, вы в этом мире, я понял. Конечно, конечно. Еще вопросы? еще вопрос у меня такой, то, что я разобрался с этими, скажем, быстрый поток, стартовый поток, это все, я понял, я понял, как работает и, но я понял, то, что именно если нормально заходить, да, по-взрослому, то надо для себя давать отчет, что лучше ориентир давать, ну, чтобы потом забирать оттуда прибыль, ну, чтобы на это жить не меньше полугода. Я правильно понял? полугода надо просто инвестировать. Кирилл, вот знаете, в чем ошибка вообще ваших действий? Ошибка в том, что вы начинаете обрастать предположениями. Вот смотрите, когда мы ночью едем на машине, мы включили свет. У вас есть водительские права? За рулем вы катаетесь, Так вот, у вас мы включили свет и вы видите перед собой на 30-40, максимум 50, метров впереди. Все, вы дальше не видите, да? А вы сейчас пытаетесь просветить себе на несколько сотен километров вперед, но вы даже не знаете, что там за поворотом. Поэтому, чтобы вы по-настоящему разобрались с потоками, вам надо их открыть. Первое. Второе. Вам нужно поставить четкие цели и к ним плавно, не спеша идти. Второе. По взрослому, по детскому у нас нет таких понятий. У нас понятие либо есть поток и ты начинаешь им пользоваться, либо его нету и ты не понимаешь по-настоящему, как он работает. Потому что поток можно понять только тогда, когда ты им пользуешься и начинаешь взаимодействовать с ним. Пополнил, снял, пополнил, снял, и ты начинаешь понимать, как он может, его механизм может привести тебя к целям. Только на практике. Теория не работает здесь, потому что эту всю теорию невозможно впихнуть голову, не имея практики. Поэтому трансформация жизни человека проходит ориентировочно, да, 3-6 месяцев происходит трансформация жизни человечества. Дальше первое, как говорится, устаканивание, понимание работы системы, а дальше все больше и лучше, и лучше, и лучше. Поэтому нет понятия заходить по-взрослому, по-детскому, есть понятие идти к своей цели, вот это есть понятие. Есть понятие четко иметь цель и выработать алгоритм действий по достижению, вот это есть. И неважно, какая цель, новый телефон, новый, не знаю, автомобиль, либо новая квартира, либо какой-то пассивный доход, у каждого своя цель, и каждый с ней идет. Поэтому и рекомендую к ней идти плавно, без резких маневров, потому что вы даже еще сами не понимаете, будете ли вы подсознательно готовы и имейте определенное количество денег. Потому что, как говорит Дмитрий Васадин, прежде всего, когда у вас появились деньги, надо их защитить от вашей собственной глупости. Это первое, от чего их надо защитить. От своей собственной глупости. Потому что люди по большей части теряют деньги, когда они неожиданно на них сваливаются по своей собственной глупости. Потому что их этому не учили. Что им надо делать, когда на них свалились деньги. Поэтому у каждого в жизни когда-то приходила резко большая сумма денег. Но так же она резко уходила. Потому что человек делал какие-то определенные глупости. Наша система учит не делать глупости, а плавно создать себе постоянно растущий источник пассивного дохода. Пускай он сначала... Кстати, вот этот момент он очень важный, интересный. Не путайте пассивный доход и активный доход. Это два разных качества дохода. Пассивный доход это доход, не требующий от ваших пахоты, вашего пота, ваших действий, чтобы вы попу свою подымали и куда-то неслись. Это пассивный доход. И его можно потихонечку начинать взращивать все больше, больше, больше. По качеству пассивный доход всегда больше, чем активный доход по качеству своему. Потому что активный доход может в любой момент уйти. И он исчезнет. Он что-то изменилось, бам, он исчез. А вот пассивный доход, если вы его качественно создали и он работает, он так и продолжит работать, потому что это пассивный доход. Поэтому наша система, это постоянно растущий пассивный доход. Вы его запустили, начинаете взращивать, начинаете понимать, и невозможно понять само все дерево, когда у тебя только семечко в руках, яблоневое, да? Вот когда ты его посадишь, когда ты его будешь поливать каждый день, ты видишь этот росточек, а когда он росточек вот такой маленький, ты не понимаешь, что там в этом росточке программа заложена на огромное дерево. Вот, надо его взрастить сначала, это огромное дерево увидеть, да, и попытаться на лестнице вокруг него потанцевать и пытаться все яблоки собрать в поту. Весь день можно будет там прыгать и эти яблоки собирать. Вот, так же, как мне сейчас. Я никогда не думал, что придет время, и я буду тратить там полчаса-час, чтобы только на кнопочки пронажимать, чтобы вот это все привести, собрать эти все деньги. Понимаешь? Но пришло такое время. Я вас понял. то, что икариси, это и есть тот инструмент, который все время заводит двигатель, так скажем. Это топливо. Без икариси нет прибыли, это я понял. Это топливо, да. А если, допустим, так предположим, перестанут, так скажем, 50% людей покупать икариси, то, получается, остальные останутся без потока? Или даже если один останутся? А почему 50% людей перестанут покупать икариси? Тебе деньги не нужны? Тебе бесплатно будет хлеб давать в магазине? Или что? Что может произойти такого? Ну, возьмем какой-то, допустим, условно, месяц. Два-три. Не весь год, а два-три месяца. Да, и какое-то 50% количества людей. Кирилл, ты, наверное, в общем, я понял, я понял. Ты, наверное, в общем, просто картины все не понимаешь. У нас несколько сотен тысяч участников в нашем сообществе. Это раз. Во-вторых, костяк участников, которые понимают, где они находятся, уже довольно большой. Процентов 80 из вот этой большого количества, которого я тебе назвал. Вот эти 80% участников, которые уже долго в системе, которые понимают, где они находятся, что им надо делать. Они имеют цели свои жизненные, чтобы к ним идти. Чтобы к ним идти, надо делать потоки и идти по своему финансовому плану, который есть у каждого, кто долго в нашей системе. Поэтому вот таких вот сказок не надо себе придумывать и самим себя пугать. У нас система самобалансируемая. У нас система придумана и просчитана долгие годы. Поэтому пользуйся, наслаждайся, и все будет хорошо. И покупать могут новички. Купил, не купил, купил, не купил. Я новичок, я еще желтый цыпленок, я ничего не понимаю еще. А вот участники, которые здесь уже давно, а это несколько сотен тысяч, я повторюсь еще раз, по всему миру, они уже четко берут эту систему и меняют свою жизнь. Она уже... Это не что-то поиграться в интернете. Это уже система, предназначенная, чтобы с ней жить. Многие живут с ней, так же, как я уже с ней живу. Понимаешь? Поэтому тот, кто разобрался и с ней живет, это уже часть его жизни становится. Поэтому 80% всегда будут идти вперед. А вот эти 20%, 50% может быть в этих 20%, которые постоянно где-то меняются, кто-то учится, кто-то не учится. Потом из этих 20% половина становится уже серьезными партнерами, потому что они начинают понимать, потому что они пошли учиться. И так далее. То есть вот этот все время костяк растет, растет, растет. И костяка больше, чем новых участников. Наша система так интересно устроена, что всегда старичков больше, чем новых участников. Поэтому такого плана в нашей системе быть не может. Это абсолютно. Это раз. А во-вторых, те участники, которые понимают, что такое икаренси по-настоящему, они всегда закупают икаренси в прок. Не только для того, чтобы запустить в потоке, но и для того, чтобы создать капитал. И, конечно же, запустить в потоке. В том числе, вот сейчас вот прекрасно идет акция, допустим, на капитальный поток. И те, на великобританская площадка, и те участники, кто понимает, что это такое, те берут эти возможности. Я себе уже создал первую пенсию, то есть 50 фунтов мне будет через 3 года в течение 3 лет капать. Я сейчас уже зашел на вторую, половину ее проплатил, сейчас еще проплачу в течение нескольких дней. И у меня будет еще больше сотки фунтов. Итого почти под 200 фунтов у меня уже будет через 3 года пенсия в фунтах. Каждый месяц под 200 фунтов. Из этих 200 фунтов я часть возьму себе на жизнь, а часть я еще больше инвестирую в накопительный поток. И так далее. Это процесс вечно, пока человек живет. К сожалению, еще деньги будут нужны всем. Я не вижу трендов, тенденции, когда деньги отменят. Поэтому деньги будут нужны всем, и деньги сейчас становятся все больше во главе угла в нашу технократическую эпоху. Еще вопрос можно, Андрей? Кирилл, дай, пожалуйста, возможность задать вот другим. Вот я смотрю много рук. Давай попозже. Следующий эфир задай, пожалуйста. Так, Нелли, слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в фунте недавно первый раз задаю вопрос. То есть сейчас... Отлично, Нелли, приветствую. Я в вашей команде, Андрей. У меня, знаете, какой вопрос? Сейчас вы сказали, что деньги будут всегда, что бы ни случилось. Ну, я так поняла. Вот вопрос такой. Сейчас идет разговор о цифровых деньгах. Если, допустим, вся система денежная начнет переходить на цифровые деньги, что будет с нашими деньгами? И как вообще будет рассчитываться фонд с нами? То есть мы как фиатные деньги... Все то же самое. Ничего не поменяется. Все то же самое. Ну, то же самое. Смотрите, у нас фиатные деньги мы выводим, да? А весь мир будет жить на цифровых деньгах. То есть если... Ну, во-первых, Нелли, давайте не будем друг друга пугать. Вот обычные люди живут вот этими пугалками. Вот честно сказать. Вот я седьмой год в сообществе, и седьмой год я развеиваю эти пугалки. Вот полгода назад меня пугали тем, что, о, передали, отключат ВПН. Все, полгода я всем рассказывал, что ВПН невозможно отключить и так далее. Пришел март этого года, ВПН не отключили, и уже все, пугалка все ушла. Слава богу, больше мне вот такой вопрос не задают. Теперь все, цифровые деньги. Новая пугалка, да? Но люди... Вот обычный человек, он такой интересный... Он устроен, что он так пугается. Вот у него есть такое вот... Замерли. Все. А телевизор, он все время нас пугает. Еще пугалка будет. Следующая пугалка. Нелли, ты в сообществе, где есть финансовая инфраструктура. Ты в сообществе, где очень сильная IT-команда, в которую входят топовые программисты Яндекса. пять лет назад к нам пришли в сообщество. Понимаешь? Ты в сообществе, основатель которого видит будущее лет на пять вперед. Ты в сообществе, где люди, они настолько единомышленники, что они развивают эту систему не для того, чтобы срубить бабло, а чтобы просто с ней жить всю свою жизнь. Как ты считаешь? Мы не сможем все вместе решить этот вопрос, который появится. Думаешь, если вы сами не понимаете, что что-то будет, и не видит трендов и тенденций, поэтому не надо пугачками менять свою жизнь. Знаете, для чего нужны вот эти пугачки все? Чтобы вы вибрацию понижали. А если вы ведетесь на пугачку, вы понижаете вибрацию свою, а значит, вы замедляете свою эволюцию. Не надо этим заниматься. Держите вибрацию. Вибрацию надо держать, как планку надо держать в упражнении. Также надо вибрацию держать в голове своей. И понимая, что что бы ни случилось, все к лучшему всегда в этой жизни. Что бы ни случилось, все к лучшему всегда происходит в этой жизни. Это аксиома, формула. Поэтому очередным там концом света не надо пугать никого. Всегда были выходы, и выходы всегда есть и будут. Они как минимум там, где входят. Поэтому я надеюсь, ответил на твой вопрос. Спасибо большое. Просто я вот когда слышу такие новости, они меня, знаете, подстегивают искать какую-то возможность, где можно сохранить вот свои деньги и вот не дать потерять. Здесь самая лучшая возможность их сохранить. Именно я сохраню их. Это вот то самое теплое место, где я в таком убежище. И сохраню. Поэтому я создаю потоки. И сегодня запускал потоки. И завтра буду запускать потоки. И послезавтра буду запускать. Потому что это самый лучший способ сохранить это, запустить поток. Андрей, еще будьте добры, вот такой вопрос по поводу потоков. Я вот собираюсь сейчас открыть свой первый стартовый поток. Могу, допустим, я вот сегодня открылась первый стартовый поток. А через неделю я могу еще вот на русской платформе открыть следующий поток. Да, так работает это. Правильно? Хоть через пять минут. Правильно? Замечательно. Вы можете открыть неограниченное количество стартовых потоков на любые номиналы от пяти тысяч. А вперед их можно проплатить, как, допустим, вот в накопительном потоке, допустим, вот если я зайду на пять тысяч, и чтобы мне еще, допустим, тридцик лежало вот. Так можно? Или на каждой неделе? Можно проплатить, можно проплатить и так. Но зачем это делать, когда вы можете зайти тогда на ускоренный стартовый поток, 20 тысяч заплатили, и currency подтянули, и вам сразу уже поток вышел на самоокупаемость. Почему бы и нет? И если сумма больше 50 тысяч, можно зайти в растущий поток, пополнить его. То есть много вариантов есть, как грамотно воспользоваться. Вы пообщайтесь со своим лидером, пускай она даст вам четкую стратегию, исходя из вашего бюджета, да? Если же у нее не получится, тогда свяжитесь со мной соответственно. Спасибо вам большое за полный ответ. Благодарю вас. Пожалуйста. Здравствуйте. Можно? Можно мне? Да, да, да. Я Елена слушаю. Андрей, здравствуйте. Всем здравствуйте. Хочу, во-первых, поблагодарить вас. Спасибо большое за такую презентацию. Вообще все так спокойно, так доступно, так успокаивает. Я уже полгода как в нашем сообществе, вы знаете, я прямо вот не нарадуюсь. Вот люди говорят, ой, какие деньги. Все сразу хотят миллионы. Я зашла с трех тысяч, да? 600 рублей небольшие деньги. Но они-то каждый день идут. И вот, понимаете, я вот всегда сравниваю. Нам предлагают сейчас в Сбербанках, люди не понимают, 18% годовых. Годовых. Тут 20% за месяц. Но это же разница есть. И если хотят большие деньги, заходите большие, кладите вас в миллионы будут. А с маленьким я вот терпеливо, потихонечку перехожу с одной, с другой открываю площадку. И прям замечательно. Спасибо вам большое. Просто люди не понимают немножечко. И что хочу еще сказать, что вот каждый раз заходишь и каждый раз чему-то учишься. Вот ну нельзя всему научиться. Каждый раз, вот все время что-то говорите, все слушаем, все понимаешь. Опять что-то надо новенькое, опять что-то новенькое. Вообще замечательный. Проект замечательный, сообщество шикарное. Деньги здесь только можно и хранить. Все нас пугали, что будут доллары. Доллары не стали, они все равно работают, и все есть. Люди, не бойтесь. Это самый, самый хороший вариант быть здесь. Спасибо вам большое. Все верно. Спасибо, Елена, большое. Все верно. Начали с малого, и потихонечку уверенно идете к своим целям. Дальше будет больше. Так устроена система. Она постоянно растущий пассивный доход. Постоянно растущий. Так, дальше. Александр. Александр, слушаю. Добрый день всем, или добрый вечер. Добрый день. Да, я хотел успокоить предыдущую одну участницу. Она по поводу цифровых денег беспокоила, что вдруг фиатные отменят. Ну, у нас и в Сберкассе, и в Мани Сторэш. Там есть цифровые валюты. Уже. Так что, пожалуйста, меняйте на внутренней бирже и выводите в USDT или эфириум, или еще прочее, прочее. Даже если уж на то пошло, если у вас есть и каренси, вот как я делаю, да. Допустим, я хочу открыть поток, а у меня там не хватает, ну, 200, 300, 1000, может, рублей. Я продаю и каренси, и на эти деньги, эти деньги в рублях добавляю, и открываю себе поток. Можно точно самое, то же самое, фиатные деньги поменять на USDT, на эфириум, и вывезти на любой там крепко... Даже я, по-моему, в некоторых городах у нас уже есть это криптоматы. Пожалуйста, подошел, получил. Даже... Да, все верно. Вариантов много, очень много вариантов. Я хочу сказать, что будущее уже у нас в руках. Не надо его ждать, когда там переведут на эти цифры. Все верно. Вы поймите, что как бы сообщество развивается, тоже не стоит на месте. Вы просто этого, может быть, не так сильно чувствуете, потому что вы не видите так называемый бэк-офис, то, что за кулисами. А за кулисами идет очень серьезная работа. Потому что тренды и тенденции, которые идет в наше человечество, они подстегивают сообщество тоже расти, меняться. Поэтому, поверьте мне, у нас будет дальше все только очень хорошо. Я понимаю. Я все прекрасно понимаю. Я вижу даже... Ну, хотя бы я с мая месяца прошлого года... Вот. И как бы... Ну, я тогда и каренси брал по 27 рублей, по 28 рублей еще покупал. Вот. Сейчас уже 227, 200... Ну, вот недавно было такое, что я даже продал по 230 рублей несколько и каренси. Вот. А те, кто... Я знаю даже некоторых людей, которые в нашем фонде, оно они, правда, давненько, они покупали и каренси по 90 копеек. Вот представьте, на 250 тысяч сразу одна женщина купила и каренси по 90 копеек. Вот представьте себе. Вот. Потом еще один вопрос у меня, конечно, есть такой, что там в проекте, я читал где-то, что эмиссии и каренси не будет. Их выпущено 333 миллиона, 333 тысячи... Все верно, да. Да. А вот как с майнерами обстоит дело? Майнеры, получается, даже эмиссия идет? Эмиссия, конечно. Ну, то есть, эмиссия, получается, чтобы не обесценить и каренси и ограничить их число. Эмиссия замедляется. Есть такое понятие, как халвинг, да? Эмиссия замедляется. Производительность майнеров тоже замедляется. Время неизвестна. Так, а вот еще, Андрей, тогда скажи мне, где потом приобрести этот майнер? Ну, я на будущее хочу это как бы обзавестись. Я после эфира скину ссылки все, где облачные майнеры. Зайдете на сайт, логин, пароль у вас есть и почитаете там все. Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, сегодня буду начать и отвлекать. Всего доброго. Всех больших присутствований вам всем. Все, большое спасибо за вопросы. Так, Кирилл хотел еще тоже задать вопрос. Последний вопрос. Давай, Кирилл, задавай. И будем заканчивать уже два часа. Все-таки эфир идет. Слушаю. Слово дали, да? Да, Андрей? Да, 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 Кирилл, да. Самое главное, чтобы Кирилл не умирал и не вышел на мировую продажу. Чтобы не было сильных скачков. Когда, если не дай бог, она выйдет на мировую биржу, там будет уже спекуляция. Ну, если... Остальное... Это было стабильно. Если вдруг Дмитрий Васадин увидит необходимость вывода на мировую биржу, то он это сделает. Если не увидит, то не сделает. Пока я не вижу в этом необходимости. Нам и без мирового этого чего-то нам хватает. Я думаю, для этого будут сделаны другие криптовалюты, которые будут выведены на мировую аренду. Эти криптовалюты не будут завязаны за нашими потоками, а они будут именно как спекулятивный инструмент. А в связи с тем, что нас все больше, 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 мы можем составлять очень хорошие пулы в будущем. Поэтому возможностей, я думаю, в будущем будет еще много, и они будут интересны. Все. Всем спасибо всех за вопросы, за то, что были... Вот больше 160 человек были на этой презентации. Записи будет на YouTube-канале. Заходим, подписываемся. всех, кто не зарегистрирован, регистрируйтесь, пишите, если у вас нет пригласителя, мне в личные сообщения, либо выбирайте любого лидера, который скидывает список бот, кто смотрит записи на YouTube. Конечно же, подписывайтесь обязательно и будете в курсе всех новостей и знаний. Всем счастливо, до новых встреч. Ура, спасибо. Всего хорошего. Все, жму руку. Спасибо.